Воспитанники спортивных школ Чувашии вернулись с мировых стартов. Елена Герасимова привезла сразу три медали разного достоинства с первенства по спортивной гимнастике среди юниоров в Венгрии. На европейских играх в Минске на верхнюю ступень пьедестала поднялась самбистка Елена Бондарева. Бронзовые награды у гимнаста Владислава Полишова и Марии Кузнецовой, выступавшей в спортивной борьбе. В 15 лет первые крупные старты Елены Герасимовой. Первенство мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Венгрии. Вместе с Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой в командном многоборье. Они берут золото. К этому успеху юная чебоксарская гимнастка добавляет медаль высшей пробу за упражнения на бревне. Часом позже снова медаль. Бронзовая в вольных упражнениях. Не по годам серьезная и сосредоточенная Елена дает волю эмоциям лишь после объявления баллов. Готовиться, наверное, было не так особо тяжело. Наверное, скорее всего, больше с мыслями. С психикой своей. Все справилось, все удачно произошло. Я очень рада своими медалями. Этим и горжусь. Это мои были первые старты. Я очень рада. За общим столом на встрече с министром спорта Чуваши и два других призера. Почти параллельно с первенством по спортивной гимнастике в Белоруссии проходили европейские игры. Откуда по бронзовой медали привезли Мария Кузнецова, выступавшая в спортивной борьбе, и гимнаст Владислав Полишов. Зрителей было 15 тысяч человек. Все заполнено. Все дни, да? Да. Все дни практически? Да. В России, к сожалению, такого нет. Ну, будем к этому стремиться. О перспективах развития спорта в республике, о дальнейших планах рассказывали тренеры и спортсмены за чашкой чая. Хотя вот к сладостям никто не прикоснулся. Всем нужно держать вес для предстоящих соревнований. Ведь это и подготовка к Олимпиаде 2020. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.